Исследование на ушах включало в себя потребление овсяных отрубей, содержащих бета-глюкан 300 г на кг корма и гемоцеллюлоза, а также лигнина и 14,5% клетчатки с нейтральным детергентом. Это показало, что прием неперебариваемых углеводов во время упражнений, будь то плавание или бег на беговой дорожке, соответственно увеличивает концентрацию гликогена в мышцах, выработку короткоцепочечных жирных кислот и время до истощения, уменьшая при этом воспалительную реакцию после тренировки. Сообщалось, что влияние ацетата улучшало способность физической нагрузки на выносливость у мышей, получавших антибиотики, в то время как в другом исследовании сообщили об улучшении эффективности пропионата, короткоцепочечной жирной кислоты и прививки бактерии Вейлонелла атипика, которая превращает лактат в пропионат у мышей. И механизмы этих эргогенных эффектов могут включать повышенную доступность топлива, такого как гликоген или глюкозы, повышенную реабсорбцию воды или прямое использование метаболитов, например пропионата. Потребление клетчатки и короткоцепочечных жирных кислот, таких как ацетат, пропионат и бутерат, могут также снижать проницаемость желудочно-кишечного тракта и влиять на иммунный ответ и воспаление посредством взаимодействия с лимфоидной тканью, ассоциированной с кишечником. Исследование эффектов бутерилированного кукурузного крахмала с высоким содержанием амилозы у здоровых взрослых велосипедистов повышало концентрацию бутерата и пропионата, увлечивало бактерии парабактероидес дистозонис, а также файкалибактериум праузницы и поддерживало концентрацию интерлекина-10, то есть противовоспалительного цитокина и уменьшало, соответственно, воспаление. Другое исследование влияния низких доз 6 г в день частично гидролизованного волокна гуаровой камеди на микробиоту кишечника и восстановлению у спортсменов выявило увлечение числа актинобактерий, снижение количества бактероидетес и кластридиум кластера-11, улучшение характеристик фекальной дефекации и уменьшение диареи, что может иметь косвенное влияние на производительность и выносливость спортсменов.